Урбанист и преподаватель Я бы не сказал, что я работал по всему миру. Я работал в Европе, в Испании, Дании, Польше. Мне было бы сложно сравнить Москву с каким-нибудь американским городом, а ее часто сравнивают именно с американскими городами. Мне было бы сложно сравнить Москву и с городами в Южной Америке. Мне не довелось там много работать. Но сравнивая Москву с европейскими городами, должен сказать, что городское планирование в Москве очень отличается от городского планирования в Европе. И причина этого отличия – это тот этап, на котором Москва сейчас находится, этап существенных трансформаций. Эти изменения начались после распада СССР. И за последние 20 лет здесь возник принципиально новый подход к планированию городских территорий. Например, в Копенгагене жители города точно знают, как именно выглядит городское планирование. И у этого есть свои преимущества и есть свои недостатки. С одной стороны, они точно знают, что они делают, и делают это очень последовательно. С другой стороны, они довольно консервативны. В Копенгагене существует генплан, которого все придерживаются уже 60 лет. А Москва постоянно учится и заново открывает для себя городское планирование, находит что-то новое. Вот в этом, пожалуй, и заключается самое большое отличие Москвы от европейских городов, на мой взгляд. Все это делает жизнь в Москве немного более хаотичной и гораздо более интересной. Я думаю, у Москвы есть множество своих ноу-хау. Есть тенденция думать, что Москва очень много копирует у Запада. Но даже если какие-то отдельные решения по городскому планированию или строительству и копируются, они очень быстро корректируются с учетом ситуации в Москве. Потому что в Москве все устроено иначе. Я убежден, что нет похожих на Москву городов. Она одна такая. И если вы можете с легкостью сравнить Копенгаген и Штутгарт, или Валенсию и Барселону, то вы не сможете так же легко найти сравнение для Москвы. Можно сказать, она немного похожа на Лондон, но еще и немного на Пекин. Здесь все по-другому, и каждое западное решение должно быть приспособлено к московским условиям. И вот еще. В Москве очень жесткий климат. В мире немного городов с настолько жестким климатом. Так что даже если копируется какое-то решение по организации городской среды, которое будет работать летом, то зимой это решение обязательно потребуется приспосабливать. И оно будет работать иначе. Я бы сказал, что у Москвы есть огромное количество ноу-хау того, как можно использовать городское пространство зимой. Хотя многие, наверное, со мной не согласятся и скажут, что этот город, как и любой другой город, не выносим зимой. У меня есть чувство, что Москва гораздо более обитаема зимой. И решения, которые здесь используются, могут быть применены и в других городах, у которых не настолько хорошо получается справляться в условиях зимы. Я думаю, существует два разных подхода к городскому планированию. Первый, который можно назвать реактивным. И второй, назовем его проактивным. Вот, например, строительство, которое велось в Москве в 60-х и 70-х. Это отличный пример проактивного планирования. Планы создавались для пустых, незастроенных территорий. И эти планы формировали город. Например, микрорайоны вокруг центра города. Проактивный период планирования предполагает, что мы предлагаем что-то. С другой стороны, существует реактивный способ планирования, как сегодня, когда мы стараемся приспособить планирование и строительство к изменениям, которые происходят в городе иногда быстрее, чем идет планирование. Я думаю, что любая предлагаемая модель должна быть проактивной. Такая модель может быть предложена, например, правительством. Может быть, следует выбирать такую модель на конкурсной основе, или она должна быть разработана отдельно специализированной организацией. Но я уверен, что правительство должно принимать активное участие в планировании и должно предложить что-то очень яркое. Я думаю, что наиболее интересный проект городского планирования, который можно было бы создать в Москве, и который отчасти уже находится в работе, это общая идея развития всей городской агломерации, не только самой Москвы, но Москвы и региона. Потому что Москва – это больше, чем пространство внутри МКАДа. Москва повсюду. Можно уехать за 100 километров от города, и вы все равно увидите городскую московскую застройку. Поэтому интереснее всего было бы создать идею «Большой Москвы». И это сейчас делается. В прошлом году состоялся конкурс, и сама идея проведения такого конкурса является частью московской и российской традиции. В 30-х годах прошлого века уже проводились конкурсы по плану застройки Москвы, да и потом тоже. Я думаю, необходимо очень длительное обсуждение того, по какому пути московскому региону необходимо развиваться. И я думаю, это самый интересный проект, который появится в ближайшее время. Я видел проекты, которые были отправлены на конкурс «Большой Москвы». В моей голове прочно засела идея развивать город, тесно связанный с аэропортами. Здесь есть три аэропорта, и они дают определенную свободу тем, кто живет в Москве. Они также и определяют жизнь здесь. Каждый может уехать в любой момент, и все, ну или очень большое число людей путешествуют. Москва очень доступна отовсюду. Это кажется естественным людям, которые здесь живут, но это неестественно. В прошлом году я, например, провел немало времени в Сан-Пауло, и людям там кажется сложным уехать из города. Москва находится между Европой и Азией, у нее есть связи повсюду. И если бы мне нужно было выбрать направление развития «Большой Москвы», я бы сфокусировался именно на ее открытости и связях с миром, которые у нее есть. Я бы не стал делать ставку на яркие архитектурные сооружения в облике новой Москвы. Я бы больше сфокусировался на устойчивом развитии универсальных, типичных городских пространств высокого качества. Я думаю, на сегодняшний день в Москве и так есть немало очень красивых объектов, но городу не хватает именно универсальной, скучной в самом лучшем смысле этого слова части, от которой бы жители города могли получать удовольствие. Я думаю, что традиционная схема привлечения инвесторов в Европе – предложить им публичное пространство с хорошей аудиторией, публичной архитектурой, а потом уже строить вокруг этого коммерческое предложение. Такие проекты уже реализуются в Москве. Сейчас здесь много инвестируют в публичное пространство. Но мне кажется, что в Москве недостаточно инвестируют в архитектуру, что довольно странно, учитывая московский климат. Я могу понять, почему, например, Барселона так много инвестирует в публичные пространства. Они могут использоваться каждый день в течение 11 месяцев в году. Но в Москве публичное пространство можно использовать только 5 месяцев в году, а в остальные 7 месяцев люди предпочтут остаться внутри. Так что я думаю, что потенциально привлекательными могут стать проекты строительства в публичных пространствах, которым бы помогали развиваться коммерческие проекты. Самое важное – это соблюдать баланс между публичным и частным. В городах, признанных самыми успешными, можно найти каркас города, его позвоночник, состоящий из публичных пространств, улиц, площадей, скверов и большого места торговой активности вокруг. Тр. ПубличнымOTHем. Кам Canada Корректор М.Лукова КАВА